Рад, что я собрал таких участников. Есть такие книги, из-за которых прям хочется вернуться в прошлое лет на 15 назад и себя молодого прям заставить их прочитать. Книги, которые в корне могут изменить твое восприятие жизни и наставить на другой жизненный путь. Правда, многие наши зрители и Леша Соловьев лет 15 назад в принципе начинали читать по буквам. Сейчас все крутые чуваки читают по строкам. Кстати, как же мне нравится, что сейчас есть возможность не трясти перед товарищем бумажной книгой со словами «прочитай, прочитай», а просто можно поделиться ссылкой. В сервисе строки от МТС книжка «Вы, конечно, шутите, мистер Фейман» кстати, тоже есть, перечитывал именно там. Очень удобно. В сервисе все разложено по полочкам. Есть подборки на самые разные темы. Фейман входит в подборку «Нескучный научпоп». Зацепился за одну книгу, прочитал название другой и пошел читать нон-стопом. Как будто из музыкального плейлиста еще одну песенку подрезал. Все в тему. Люблю такое. Еще мне тут попался «Тысячеликий герой». Одна из самых влиятельных книг по версии журнала «Тайм». В электронной версии она есть только в строках. В строках вообще куча книг, которые больше нигде не найти. Рекомендую скачать приложение и заценить самостоятельно. Вау! Это начало книжного клуба. Привет, ребят! Самое начало. Смотрите, сегодня книжка. Что ж, вы, наверное, шутите, мистер Фейнман. Без «что ж». Я ведущий Севлов Качев, сегодня Леша Соловьев, Леша Калашонкин, Самвел Геновен, Недали Бугазаль. Можно чуть-чуть здесь поаплодировать? Блин, специально выбрал эту книгу, потому что читал её в начале лет в 17. И такой «Вау! Это моя ролевая модель! Живой ум! Вау, мистер Фейнман!» Потом ещё «Доктор Хаус» наслоился. Все дураки. Потом «Американский психопат». Да, он там. Да. И думаю, если в прошлое вернуться, посоветовал бы и себе ещё раз её почитать. А сейчас пока готова, сочетала такой «А как же отместность?» В 35 читается по-другому. В любом случае, все, кто сейчас включились и смотрят нас, включились и смотрят нас, да, именно так вы и сделали. Может быть, вы ещё даже не успели подписаться на канал или поставить лайк, потому что вы часто смотрите книжный клуб. Очень вряд ли. Они, мне кажется, даже не додумались нажать на колокольчик, чтобы всё время получать уведомления о новых видео. Да, да, как в библиотеке. Вот это «Новая книга», «Блям-блям». «Новая книга». Всё такие «А, информация». А то я заскучал. Сема в 14 веке был в библиотеке. Когда «Новая книга» — это прям событие. «Переписали Библию опять!» Надеюсь, без ошибок. О, Ян, что за тип вообще пишет? Да, короче, я специально выбрал. Название сложное. Вот что я хотел сказать вначале. Название. Вы, наверное, шутите. «Мистер Феймин». Блин, Сева. Вот мальчик в очках. Лёха попросил. Давай вот, ну, чтобы посмотрели люди. Но она по-настоящему лёгкая. И, возможно, её даже можно не читать, а просто посмотреть этот выпуск. У меня вот поинт такой. Потому что я написал человек фактически про себя. Ну, человек как будто существующий, которого вот можно потрогать. Я её когда читал, я такой вот живой персонаж. И отношения разные. Интересно, какое оно возникло у вас, мужики. Так, так. Вот такая у меня была к этому подводочка. Лёша, я обожаю с тобой участвовать. Я обожаю участвовать с тобой в книжном клубе. У тебя каждая книга с бородой всегда. Говорит раз, почему-то не расчёсана у тебя книга. Смотри, к концу у него уже вопросов не было. Вот почему. Апишись систему, я вижу. Да, они разные. Я всегда оранжирую их. Это такая. Это не очень обычно строгая какая-то система, потому что, ну, допустим, вот как у меня было с преступлением на Казани. Там жёлтые означали какие-то... Я отмечал моменты, где он прокололся, да? Достоевский, допустим, где у него там овальный стол круглой формы и всё такое прочее. У Ричарда Фейнмана такого не будет. Такого нет. Поэтому я жёлтым отмечал, где меня бесит Ричард Фейнман, а розовым, где я порадовался. И с середины книги я просто понял, что уже бессмысленно, потому что... Причём книга неплохая. Меня именно как... Что делает персонаж Ричард Фейнман, то, какими вещами он кичится, меня разозлило. Но при этом там тоже есть что подчеркнуть в этой книге, поэтому давайте обсудим, парни! Короче, в общем и целом, Нобелевский лауреат, американский физик... Ой, у меня папа тоже чемпион по боксу, и что теперь? Ну вот, да, сам Вел. Я согласен с Лёхой. Вот что я хотел вот этим сказать. Что я согласен с Лёхой. Двоякие чувства, да? Давайте так, всё круто, всё, что вы рассказываете, пишут и читал что-то. Да, всё круто. Фейнман молодец. Но из головы тяжело выкинуть, что это автобиография, типа. Но он чуваку рассказывает. Это типа, ну, я Гусейн Гайсанов фильм. Вот он. Но Нобелевский лауреат. Да, но Нобелевский лауреат, конечно, конечно. И он даже писал, чел записывал за ним, да, 7 лет. Да, да, да. 7 лет. Он созвонился такой, Ричард, может, дальше расскажешь? Не сейчас. Ну, типа, он 7 лет... Не сейчас, я сейчас чиню радио. Кстати, напиши об этом, как я круто чиню радио. Ну, не, мы тоже так уже... Значит, смотрите, в общем и целом. Ричард Фейнман, физик, Нобелевский лауреат, пожил, родился в 30-х, в Великой депрессии, прожил, значит, войну. На войну не ходил, но участвовал в создании атомной бомбы, потусовался, ещё преподавал, много что пробовал, каких-то хобби, которые чуть ли не в профессиональную деятельность у него перерастали. В детстве... И написал, вот и выложил, где-то в 80-х. В 2001-м было в России выложено. Я когда прочитал, меня поразило вот этот вот живой ум, и что он вообще не обламывался, задавать тупые вопросы, или где-то загнаться, и закомплексовать, и пойти вот заниматься вообще чем-то, к чему у тебя даже изначально и предрасположенности нет. И вот это меня сильно заразило. Возможно, это даже потом повлияло, что вот стендапом начать заниматься, вообще ничего не знаешь. Типа. Когда перечитывал вот сейчас повзрослее, понял, что это же качество плотно связано с качеством козла. Он на Тури Зе Гоут вообще этот человек. Что ты, если ты не загоняешься, то ты еще в каких-то ситуациях козел. И еще, когда читал в 17, меньше понимал линию про женщин. Я жестко там погружаюсь. Сейчас понимаю больше. Это книги? Это концептуально. Видишь, да. Это у нас здесь, значит, есть соленоид. Там линии, значит, магнитного поля выходят. Ну, это еще и сиськи, потому что у Ричарда Фейнмана было всегда красной линией. Много женщин. А там, это мой прикол из физмат-школы, когда надо было найти силу. Я писал, «Сила искомая» и вопросительный знак при училке на доске. И получалось факт, и все это видели, но она ничего не могла сказать, потому что «Сила искомая». А как хаслил ты в это время? Круто, слушай, звучит. Я вообще не знал границ. Я бросал вызов устоян. Он же, когда летал в Японию, он потом рассказывал друзьям, за сколько он купил билеты на самолет в Японию. И они все говорили, «Да вы, наверное, шутите, мистер Фейнмана, а не может быть таких дешевых авиабилетов». И оказалось, что это просто покупал он их на сервисе для покупки дешевых авиабилетов. Авиасейлс. Авиасейлс. Блин, нет ощущения, что я когда читал, мне периодически почему-то казалось, что я читаю про теорию Большого Взрыва. Вообще про сериал не было. Там много, ну, тоже в Пасадене там вот эти все события происходят. И тоже как бы он среди физиков, задротов. И я каждый раз, когда вот ты читаешь, ну, в фантазии у тебя голоса персонажей, у меня каждый раз все озвучило Кураж Бомбей. Каждый раз. Я прям слышал, как он такой, ку-ку-ку, Кураж Бомбей. О, да, что там случилось с Шелдоном? Давай, поехали. Вначале он еще как будто Том Сойер, но наоборот. Нет такого? Вот первые главы, где он, типа... Том Сойер наоборот. Ну, он помогал, типа. Он какие-то делал выходки там, что-то, и, ну, в итоге он добрый был. Если Том Сойер там, не буду красить забор я ваш, а это такое, я радио починю без проблем. И ты вначале читаешь, пиздец, молодец парень. Да, значит, книгу можно разделить, точнее она там делится на пять частей, но по-настоящему пофиг. Поначалу рос, значит, великая депрессия, денег нет, полная жопа, дети работают, иногда в отелях, иногда у кого-то ломается радио, и можно вот починить радио. И он работал даже мелкий где-то, сразу любил радио, сразу любил всё вот понимать, разбирать и так далее, иногда вывозил, иногда не вывозил. Что меня, конечно, когда я перечитывал Тригерила, что все истории про своё детство, когда он что-то вот где-то успевал, это всё такое... И тогда я подумал, может быть, надо подумать с другой стороны, и у меня это получилось. И всё такие, нифига, мы не ожидали, что у него получится причинить радио. Он такой, да-да-да. А вот где он ещё крутой, по его мнению. Значит, он работал там в 17-18 лет в кафешке, и там, значит, было два подноса. Их было тяжело убирать, нужно было сначала убрать один, потом второй, и он увидел, что возможно нужно, что можно взять сразу два. И, естественно, всё у него ёбнулось, разбилась вся посуда, все прибежали, начали его ругать, и он пишет, ну разве таким людям объяснишь, что я пытался придумать новый метод обращения с подносами? Ты кретин, что ли? А потом, а потом, когда он работал в этом, значит, в Манхэттенском эксперименте, там вообще... Ну это уж потом подпозже. Хорошо. Значит, ребята... Только-только он такой, я уран сейчас возьму, весь подниму. Но Нобелевский лариат, давайте не забывать тоже. Мы просто так его ругаем. Это и бесит. Это больше всего бесит, что он такой, но я Нобелевский лариат, и ты такой, ну да. На следующей странице, после того, как разъебал подносы Гричин Фейма, на следующей странице вот что происходит. Там же, ему нужно было нарезать картошку, но ему было... А, фасоль. Фасоль. Но ему было долго. И он поставил нож и начал на себя, как на станке рубать. Сразу несколько штук. Сразу несколько, конечно. И палец рубанул и залил всю фасоль кровью очищенную, из-за чего она непригодная. Ну, по крайней мере, для евреев, потому что у них кошерная еда с кровью нельзя. Это очень важно, да. Но он... Фейнман же. И он пишет, ну типа, они кричат, посмотрите, сколько он фасоли испортил. Как бы осмотрительно я себя не вел, никто не давал мне ни единого шанса. Ты только что себе палец в кровь раскроил. Где осмотрительно здесь? Это есть контраргументы. Подождите. Ну-ка, давай-ка. Смотрите. Вот что началось. Понимаю. Но я был ровно в похожей ситуации, когда вот дома делал уроки, надо было решать задачу со звездочкой. Мама отличница. И она просто вот так, не так, и там вот это вот, исписывает листки, надо давно спать, она мне помогает. Я хожу по комнате и думаю, она такая, почему ты не делаешь? Я такой, я думаю. И я один раз вывез и реально решил, и она такая, ты типа придумал, и я такой, да. И я, когда читал это в 17 лет, я такой, а там... И это ещё так оправдывает то, что ты жёсткий проёбщик и долбоёб по-настоящему. То есть ты живёшь вот этой идеей не то, что вот Гарри Поттер, да, извини, и тебя прям заберут, а то, что ты долбоёб, но у тебя есть вот этот out of the box, какой-то странный подход к жизни. И вот Фейман, он всегда проёбывался и тоже, но он всегда вот был немножко ребёнком, и ты вот немножко, сейчас чуть-чуть, и вот все нахуй пойдут и ты в Доктор Хаус уже писать. Это вот когда тебе говорят, типа, а вот этот вот учёный... Так не работает спойлер, полный пиздец, надо брать ответственность, постоянная ежедневная работа только это помогает. Я про это и говорю, то есть грубо говоря, можно было бы, мне всю книгу было тяжело, я понимал, что меня ведут к его неординарному мышлению, но именно этот факт, что он сам про себя пишет... Но это немножко, это вот такое ещё... А, 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 я вот так, там, блин... Это уже долго просто... Но как же... Вот сейчас это было, когда вы его напечатали в Таймсе, он пишет, что типа, как же, почему вы решили напечатать меня? Мы пересмотрели все фотографии и выбрали самого молодого и красивого. В скобочках написано, кстати, Гелман, один из учёных, про которых там тоже были, моложе меня. И я в этот момент закрываю книгу и такой, да вы, блядь, наверное, шутите, мистер Фейн. Вы уверены настолько... Это по факту, ладно, это принимается. Это, значит, в сторону козла. Да, короче... Семь лет. Физма от лицея видел таких типов. Вот когда про них читаю, вот читаю, я такой, я знаю таких типов. Эти типы за всю книжку, хочу обратить внимание, это ключевой момент. Ноль, ноль информации про его друзей. Ни слова про его друзей. Ни разу он. Про женщину такой, и там я хотел рисовать, и когда вот я хотел рисовать, мне не нравилось рисовать, но потом пришла одна натурщица и была... Мне понравилось рисовать. Женщин много прям. Друзей вообще нет, но это типы... Типы, блядь, ты понял. Короче, это чуваки, которые вот, им просто реально нравится искать задачки. То есть, как он объяснял там, как он мексиканский шифр пытался разгадать. Это вот... И там я понял, что там черточка, и потом точечка, и, короче, они повторяются 60 раз, и когда они 60 раз, потом на 8 повторяются, это я все посчитал. Он бывает полстраницы, просто синус, катангенс, и такой, что за, блядь? Да, да, да. Но он вот это вот все посчитал, и это все, что у него есть. Он посчитал, разобрался, он любит считать. И когда он решает, и вот разобрался, он у него там... И он... И хорошо, и пошел. А вот это вот то, что друзья, приходи, вообще нахуй. Так смотри, что происходит. Грубо говоря, у тебя есть. Блин, было бы круто, пару страниц, а потом мы играли ву на пиздец с друзьями. И я, кстати, тогда выиграл. Jungle Speed, я тоже был лучший. И в итоге ты видишь реально всю свою жизнь как череду удачных вообще решений, головоломок, а какие-то люди вообще не понимают, почему ты себя так ведешь. Ну, смотри, что ты делаешь. У тебя есть, грубо говоря, 100% твоего ресурса, успешности, твоих каких-то хороших качеств. И у обычного человека они примерно распределены. навык социального общения, спортивные навыки, увлечения. А он все качал в интеллект. У него поэтому сильная магия, история. Ты каждый раз берешь такие друзья, нахуй, в математику, все, что должны были дружить. Это что такое? Спорт? Это, блядь, в геометрию. И так накачиваешь. А телки куда? Телки вот сюда, рядышком, все в порядке. Но при этом, знаешь... Эмпатия тоже просто нахуй идет. Завяжем эту хуйню всю эмпатией. Короче, нет, но при этом, мне так кажется, что вот такие ублюдские выходы за ромки социального поведения, когда ты просто не понимаешь, почему ты ублюдок. Так, за ромки. Но они позволяют неординарно мыслить. Нет такого, что любое воспитание это приведение человека к модели. Если ты сам приводишь человека к модели, потом, блядь, неудивительно, что он мыслит в рамках модели и не может как бы что-то... То есть, по большому счету, получается, что для открытий нужны именно пидорасы моральные. Согласен. Но вот я перечитываю в 35, я такой, а можно к нему, пожалуйста, взрослого рядом приставить? Пожалуйста. Можно вот рядом взрослого к нему поставить все-таки? Я бы хотел, чтобы рядом с ним взрослый. Типа крокодил Гена, чтобы с ним был. Да, именно крокодил. Взрослый не подойдет, потому что взрослый не понимает половины того, что понимает он, и из-за этого он лишен авторитета перед ним. Потому что Фейнман будет себя всегда считать умнее взрослого, который к нему приставлен. Он там всегда умнее. Да, да, да. А вот крокодил Гена бы подошел, потому что ты можешь сколько угодно считать себя умнее. это крокодил в три раза нахуй больше тебя в пальто. Он стоит рядом. И вам пускают мыльные пузыри из трубки. Тут уж каким бы ты себя пиздатым не считал, ты будешь говорить, а как я радио придумал, я просто головой своей подумал, ну и Гена мне помог. Всегда будет. Был угар на какой-то странице, потом зашел Гена и ты такой, че, блядь? Такой, ген? Бля, чувак, а я бы первый раз за всю книгу такой, так, 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 вот это интересно. Гена, не выходи, не выходи, потом перелюстнулся. Ага, вот с чего начинались ядерные опыты. Не с бомбы, да? Гена. Мигаль, ты в порядке? Не твое дело. Я так устал от этих приступов тревоги. я уже давно не справляюсь со своими эмоциями. алло, пап. Алло, да, сынок. Слушай, у меня постоянно чувство тревоги. Чувства? У тебя есть чувства? Ну, тревога внутри. Тревоги? Какие тревоги? Ты тряпка? Делиться с близкими мне тоже бывает нелегко. Да, пап, понял. Ясно. 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 Ясно, что делать в такой ситуации. Ясно – это первый и самый крупный в России и Европе сервис онлайн-психотерапии. Ясно – это не агрегатор, который выдает тебе каких-то рандомных психологов. Это профессиональное сообщество, в которое попасть просто так невозможно. Отбор настолько строгий, что проходит его меньше четверти кандидатов. Семейное. Понимающее. Позитивное. Гештальтерапия. КПТ. Экзистенциальный анализ. Психодрама. Транзактный и юнгианский анализ. Символ драмы. Что это за слова, спросите вы. А я вам отвечу. Это не просто умные слова. Это направление психотерапии, которые представлены на Ясно. Ясно – это удобный и современный сервис. Тут все онлайн. Так что психотерапию можно взять с собой куда угодно. Ясно, как заботливая и слегка тревожная мама дважды напоминает своему клиенту, чтобы он точно ничего не забыл. Ну и, конечно же, у нас для тебя есть промокод. По промокоду FIGHTCLUB у тебя будет 20% скидка на первую сессию при регистрации. Хватит бороться с тревогой в одиночку. Платформа Ясно может тебе реально помочь. Тем более, от пробной сессии ты ничего не потеряешь. Я думаю, тебе ясно, что делать. Ссылка в описании. Мне кажется, его норм сравнивать с текущими троллями, потому что там дофига историй просто, где он козел и затроллил людей. И когда я это читал в 17, я такой, как ты круто затроллил людей. А потом я вот сейчас перечитываю, я такой, вот с такими пидорасами ты работаешь? Вот, вот. Там, где дверь он снял. Смотрите, значит, на 30-й странице он работает в официантом, и ему нихуя не нравится. Через 10 страниц он, значит, замечает, что в кафешке, в которой он ходит, там все время суета. Ему так смешно кажется, что они торопятся обслужить клиентов, что решают оставить чаевые под стаканами с водой. Знаете, когда переворачиваешь воду, выдергиваешь картонку, ну и не выливается вода из-за того, что воздух не проник. И нихуя уже смешно, чтобы официантка подняла стакан, все разлилась и убираться, потому что ей же не нужно больше никого обслуживать. А я, Ричард Фейнман, забыл, работал, официантом. Все правильно. Из-за таких розыгрышей у него потом жена от рака умерла. Это его Бог показал. У нас в книге было... Эй, от туперкулеза. Нет, подожди, в третье от рака? А он сам от рака умер. Да. А та от туперкулеза. Эту жену от туперкулеза он разыграл, он ей ночью в рот накурил. У нас бы в России книга написалась, вам может быть... Это фрил. Не пасть, мистер Фейнман. За вашу обувь. Вы давно не получали пизды, мистер Фейнман. Не балду на ноль, мистер Фейнман. Реально, вообще другая судьба у человека. Бежим вперед, да. Он получил там один раз пиздюлей. Есть одна глава, где он получает пиздюлей, но неоправданных. И там он тоже выглядит, как будто он немножко на коне. Давайте вот что сделаем. Вспомним по истории. Розовый стикер, Лех. Подожди, это где... Да, это где розовый стикер, где мне понравилось. Это где он все равно еще дрался? Вот он что пишет. В баре, когда... И потому никто не подумал, будто я не умею драться, и я боролся, как сто чертей. Да-да-да. Изо всех сил. И я подумал, у нас в стране обычно черти, наоборот, убегают из драк. Поэтому я делаю в вид, что в США все черти. Это правильно. Отработал 15 тысяч, ребят. А вы говорите, бога нет. И вот этот мистер Фейман, даже во время драки, вот в чем заканчивается драка, в итоге справились они со мной. Не то втроем, не то вчетвером. Причем не с первой попытки. Да и, честно говоря, всех их убил я. Второкурсники отвели нас в какой-то дом далеко в лесу и оставили связанными на деревянном полу. Но сами отпиженные ушли. Оттуда никто не ушел. Не ушел. Вот так он показывал итальянский и думал, что это смешно тоже. Я думаю, еврею же не позволительно быть нацистом. Как так-то? Вот это промо. Не забыл. По поводу фасоли и всех остальных вейбонов и его негодование по поводу того, что его когда-то сдерживали, мне кажется, это еще вот обратная сторона научного прогресса. Что ты типа, когда решаешься на эксперимент, в большинстве случаев происходит хуйня. То есть ты вот режешь фасоль, у тебя все в крови, там что-то у тебя сгорело, или все такие, зачем ты это сделал, он умер. Это все часть прогресса. Типа, как знаешь, черно-белые вот эти видосы, где прыгает штука, которая не может полететь, чел, который там с зонтом. Ну да, но видишь, эти люди, эти люди, они ставят эксперименты типа, ну не на рабочем месте, например. Ну, например. Они прямо уезжают, они полигоны выстраивают, и там бывают разные эксперименты. И люди взрываются, действительно там нарушения. Не-не, Сева говорит про образ мысли, про то, что твой каждый эксперимент, твое дело, например, ты там, не знаю, вот что бы ты делал, если был бы ученый, например, растишь супермыш. Да. Блин, да. Чтобы хоррить моим конусом. Я же специально для тебя пример подбирал. Короче, и вот у тебя эти мыши растут в клетках, и ты же видел, как обычно это у ученых, там типа, мышь, образец 17 566. И потом в какой-то момент ты такой, все, закончились мыши на свете, я всех уже проэкспериментировал, теперь это хомяки. Ну, я перебольшил немножко, но в целом, к тому, что много неудач, чтобы получить одну удачу, у тебя до этого несколько сотен неудач. Поэтому тебе не кажется странным твоей неудачи в обычной жизни, когда ты роняешь под нос и режешь себе палец, ты на всех смотришь, у тебя другой, как бы, плоскость, другая плоскость мышления над этим, ты другим людям хочешь сказать. Ну, и что, что вышло так? Это один из неудачных моих, одна из моих неудачных попыток в моем эксперименте жизни. Наверное, было бы круто, если бы он вот так вот бы и написал. Это было бы круто. Да, но, к сожалению, я говорю про него. Куда этим челедем так объяснишь? Мне легко так сформулировать, потому что я говорю про него. А он мудил, начал писать книгу про себя. И если бы я про себя рассказывал, то тоже было бы. Понимаешь, грубо говоря, когда кто-то анализирует твои плохие поступки, это анализ плохих поступков. Когда ты сам анализируешь и ищешь причины своих плохих поступков, это называется пытаешься отмазаться. Типа, я не виноват. Это у меня в детстве было такое искажение. А ты сейчас не понял, что я говорю? А это не ты виноват. Круто. Круто. Вот это стержень. Я в охоту. Насаживай на стержень. Получается, когда он себе рубанул палец, когда картошку, он такой, все над ним, типа, ну ты долбоеб, фасоль. Он такой, ну суки, бомбу сделай, пизда он. Он с пальцем давайте, шутите. Какую он часть жизни посвятил этому? Сколько лет? К чему конкретно? Манхэттенский. Вот созданию Лос-Алоси. Уже он был в аспирантуре. И сколько это лет? Посчитать, пожалуйста. Он отучился, кажется, в МАЙТИ, потом сгонял в Принстон, там преподавал, поучился. Он получил там степень, как раз таки, и после этого он начал работать в Манхэттенском эксперименте, еще будучи аспирантом, а получается кандидат, ну или как у них там это называется, наверное, чуть по-другому. Ну короче, да. И что, подожди, а мы на вопрос нихуя не ответили сам Вэллу? Просто свои знания. В общем, да. Семь лет. Семь лет. Семь лет? Да, да. Семь лет это ровно столько же, сколько он диктовал свою ебучую книгу. Одинаково времени. И придаст столько же. Леха так быстро нашел, там прямо написано. Кстати, на бомбу я семь лет потратил. А тут в конце же года написано. Да, да, да. Забрали чувачка, вот. И там интересные моменты есть тоже. Значит, он там себя тоже вел как мудак. Там есть тема с сейфами, надо, наверное, сказать. Я хотел сказать про цензоров и записки. Да, да, да. Цензоров и записки. Животрепещущая тема. И сейфы тоже. Они просто связаны с сейфами. Да, да, да. Он, нет же такого, что он прям их... Нет, он злится из-за того, что там была цензура. Да. Потому что у него жена, она была в другом месте, она была в больнице. Это да, я про сейфы говорю, что он там прям грабил, он же не грабил. Он очень любил вскрывать сейфы, делать нечего. Компьютерных игр на компах нет, компы пока на перфокартах. Очень скучно. Единственное, что он может делать, разрабатывать атомную бомбу. День и ночь, одно и то же. И он учился вскрывать сейфы, он загорелся, все сейфы от одного производителя, он начал их вот там задрачивать, как их там открыть, не открыть. И тогда я понял, там числа, надо было вообще несколько тысяч, но если мы поймем, то оно открыто, и всего 20 надо перепробовать. Да, вот там у сейфа надо подобрать три цифры, три разные, и эти числа, они еще двузначные, то есть очень много комбинаций, миллион комбинаций, если перебирать прям все. И если сейфы открыты, там так, что если открыт верхний ящик, открыты два нижних, и если верхний ящик открыт, там можно как-то пальчиками потрогать и понять, какие нужны первые, там последние два числа. И тогда остается перебрать совсем немножко чисел, чтобы вскрыть замок. И он идет об этом, рассказывая чуваку, он все облапал у себя на базе, на чужих базах, облапал, узнал все, записал на листочек все эти коды, сказал об этом чуваку, что типа вот, нельзя держать их открытыми, когда вы с ними работаете. И я подумал, вот что легче для шпиона, пробраться во время работы в каждый кабинет или пытать одного ученого, у которого на листочке записаны все коды. И он еще обвинял, и он потом еще такой, и они подумали, что я угроза, ты угроза. Так потом еще выяснилось, что он дружил со советским шпионом. Конечно, ты, ты все проебал. И он еще такой, вы цензурируете мои, значит, сообщения, оттуда вырезаете вещи. Ну, конечно, может, ты и есть сам шпион, козел. Причем это все время... В суде потом сидит, еще скажите, что я из СССР эти рецепты от язерной бомбы передал. Почему-то Ричард Арменист. Вот так его отставил. И все такие, да он не русский, он Арменист. Меня просто сильно злит. Все остальное можно как бы. Все остальное было не так важно. Да, с язерной бомбой когда достаточно было. Да, да, да. И когда ты возмущаешься, что здесь недостаточная безопасность, но сам все делаешь, чтобы эту безопасность нарушить, ты не прав. Очевидно. Вот. Я ему передам. Я ему передам. Не, да, чувак, чтобы вот кто не читал, как говорится... Я все цифры прочитал. Чувак научился вскрывать сейфы и знал все коды от сейфов, где типа лежат сколько плутония, надо, как делается вообще, все детали. И когда кто-то уезжал, он любил их вскрывать, его звали, и если чела нет, ну пофиг, все равно откроем. Вот такая безопасность. И когда говорит реально это полковнику, он такой вот здесь вот так, он такой ага, на следующий день его никто не пускал в кабинет, и он такой полковник вот сделал вывод, что как будто самая главная опасность это я. Ну правда, вот этому товарищу, которому я рассказывал, он правда оказался советским шпионом. Странно, что его за книгу пару раз поделился. Да, в Советском Союзе он бы не то, чтобы в 80-х вот так написывал бы свою этот рассказ. Ну не знаю. А прикинь, там там тот шпион советский. Интересно, как он выглядел? Так это... Нет, а... У него вот такие очки круглые у него. Блин, я забыл как завод, но, блин, там, ну да, есть фотографии. Так еще он именно и передал информацию о ядерной бомбе советам-то. Серьезно? Да, да, этот шпион... Это великий человек. Нет, не Фейн, а этот шпион имеет свою жизнь. А, да? Ну, конечно. Да, да, шпион. Прикинь, прикинь, как странно, когда ты шпион советский, подружился с одним ученым, сидишь с ним где-то в парке и как говорят этот ученый. А я тут придумал ядерную бомбу. Ты реально сидишь такой, блядь... Я сейчас иду брать латто. Вы, наверное, шутите нахуй, мистер Фейн. Нихуя себе, я прогулялся. Прикинь, у него еще... Прямо архив вы нам винрар прям прислали с кодом. Спасибо. И он еще не поздно говорил с русским акцентом What about atomic bomb? Can you tell me? Not joking Mr. Faitman with me. Кто не знал? Мне нежна... Мне нит. Его обвиняют, что он шпион, и он такой Какие ваши доповзы? Пососима не знал. Слушай, так и не было еще слова... Не было слово атомное. Это же он потом сделает бомбу и она станет атомной, а русский... Давай переснимем эту хуйню. Что было слово тогда? Ну, русский шпион просто спрашивал типа, какие-то бомбы? Big badaboom. Big badaboom. Вот что он рассказал. Выбать его хотят. Потом они в этой капсуле ебались. Ты рассказываешь в очках в этих... Сказал бы сразу Милый Ёвович. Да. Милый Ёвович. Блин, ну ведет он реально себя как козел там много. Причем, что он говорит, что когда были испытания, он единственный понял, что его сетчатку может пожечь только ультрафиолет. Поэтому он просто стал за стекло. А остальные наблюдали ядерный взрыв вот через темные очки. И фактически можно сказать, что первый ядерный взрыв только я наблюдал своими глазами. Да, да. А потом он поехал в Японию. Подожди, подожди. И ему так понравилась рыба. Ему так понравилась культура. Ему очень понравилось преподавать. И он преиспорился. Ему понравилось еще там. Да, да, да. И еще вот второй раз он женился. Как ужасно. Это же вообще он сделал на Японии. Молодец и рыбу. Да, да, да. Япония вообще, наверное, так же считает. Какой молодец? Лучше бы картофель научился резать. Да. Мистер Фейн. Очень ему понравилась культура. И даже когда Нобелевскую премию он получал, он вот спросил, значит, консулу, как ваша вот Япония так быстро вот рванула после Второй мировой войны. А консул ему сказал, это потому, что мы все очень хотели жить лучше. Вот так, после вас нахуй. Знаешь, когда в школе тебе пизды дали и ты две недели потом все уроки делаешь, вообще все, кинтичок заполнен. Вот они с Германией. Еще интересно отметить, что он, он говорит, я не понимал, ну, что он вообще не переживал. Он даже когда увидел взрыв атомной бомбы, он говорит, только спустя много лет я начал загоняться, что я вижу, что люди строят. Когда увидел посла Японии, блядь. Японии лук. Мистер посол. Это я. Дурачок, мистер Фейдман. Помни, который пальцы режет себе все время. Вы же любите рыбу? А он тебе руку протягивает и щечек Гейгера громче так. Радиоактивные люди. В роли мистера Фейдмана. Циклоп. У меня есть что хорошего сказать про мистера. Потому что еще с чем это сопряжено. Трудно понимать, какой вклад он сделал, когда не разбираешься в физике. Но вот это я могу оценить, потому что когда они разрабатывали атомную бомбу и вот эти вычисления с компьютерами IBM, они фактически тогда придумали параллельные вычисления. Последовательные вычисления, параллельное программирование. Поэтому вот это я могу оценить. Это очень важно. Молодец, Фейнман. Если ты это смотришь... Я так понимаю еще раз, я пытался сформулировать уже один раз, то, какой он мудак, нужно для открытий. Я так понимаю, что приравнивание людей в одну поведенческую линейку заставляет их мыслить примерно одинаково. Для того, чтобы тебе были люди, которые открывают двери, в которые никто даже не заметил, тебе нужны люди, которые как бы... Блин, он тут спиздил дверь. Спасибо, что следишь за моей мыслью. Но при этом... И ты читаешь про это, ты прям такой... Блядь, ну вот, к сожалению, видимо, для того, чтобы делать великие открытия, хотя, может быть, настолько нахуй великие открытия нам и не нужны были, нужны такие люди. Но потом ты переворачиваешь страницу и читаешь название следующей главы, которая называется «А вы решили бы уравнение Дирака?» И я прям вижу, как его человек, который писал книгу, он такой, ладно, давайте назовем главу просто «А вы решили бы уравнение Дирака?» Потому что, как вы предлагаете, мистер Фейнман, назвать главу «А вы решили бы уравнение Дирака?» А я решил. Мудакин. Это перебор. Это плохо звучит в книге. Мы семь лет ебем... И он такой, когда встретимся через год? Я еще подумаю. Я такой, ну давайте, да, давайте вырежем вот эту вторую часть от Фейнман такой «А-а-а-а-а». «Хочу оставь!» Мы столько там, мы так перескочили к бомбе. Было же, да, интересно, где он дверь снимал и тусовался с глухонемыми. Ну слушайте, но тут вот, в этом и прелесть самом этой книге, что мы можем и вернуться, и не потеряться ничего. Я хочу сказать, что вот это, вот первые, блин, 150 страниц, я прям тонул. Я прям тонул. Я такой, блин, как интересный. Да, в хорошем. В хорошем. Я прям такой, блин, круто. Я книгу, когда узнал, что это книга, я пошел в Петербурге, в дом книги, купил книгу, я прям шел такой, бля, мистер Фэдман, как интересно. Но сейчас я хочу прочитать части, в которых я просто нахуй выпадал. Вот, я гуманитарий полностью, и в очередной раз в этом убедился, и когда читал такие строки, я могу... Это когда он... Это 13-е, по-моему. Как физику прививали культуры, помните? Это, значит, ему попросили прочитать курс лекций по математике майя. И он разобрался в математике майя. Да, и там вот есть такие вот строки, и ты читаешь в какой-то момент и охуеваешь. Было в кодексе одно место, где прямо-таки так лезло в глаза число 584. И это число разделялось на периоды 236, 90, 250 и 8. Я в какой-то момент такой, а плюс 7, блядь, где? Еще одним приметным числом было 2920. То есть 584 умножить на 5, но так же и 365 умножить на 8. И там дальше столько цифр, и я такой, иди нахуй. Ты вообще, я вообще не мог. Я такой, ты мне так понравился. И вот эти цифры, вы могли их читать? Бля, ебать, я только сейчас понял, благодаря этой строчке, я почему-то не так вчитался, когда читал. Я только сейчас понял, какая у него нахуй в голове сетка из цифр. Он такой, так это делится на 4, и все они подходят к этому 2220. Да, и там дальше, там несколько страниц эти цифры повторяются. Бля, наверное, чувак, если у тебя такая в голове хуйня происходит, то ты говоришь, что к тебе кто-то подходит, ты такой, давай трусать. Ты говоришь, да, я много раз, я видел таких мистеров Фейнмана на улице, миллион вообще. И ты такой, бля, давай, дружи, давай, тебе 2208 в глаза не бросается? И чем такой, понял? Это, кажется, не бросается. Это мистер Фейнмана, когда ты в метро спрашиваешь, ты выходишь на следующий? Он такой, о, эксперимент. Бля, давай выйти. Блин, мы, получается, час только засираем, да? Нет, я его похвалил за параллельное число. Я сказал, что вообще другой человек не смог бы сделать открытий тех, которые он смог сделать. Просто нахуй он ещё и книгу начал при себе писать. Потому что есть люди, которые пиздато пишут книги. И нет такого, что человек, который пиздато пишет книги, например, Лев Толстой ещё и ебаную бомбу сделал. А знаешь, которая хуёво работает, не сильно взрывается, никому не нравится, военные ей почти не пользуются. Очень тяжело. Ну вот, я это уже говорю. Потому что если ты автор, ты будь автором. Ну то есть ты можешь писать книги, если ты физик. Наверняка. Но прежде чем их публиковать, убедись, что нет. Что там нет головы о том, что однажды тебя укусил паук, и у тебя паутина появилась. Да, да. Реально, это всё равно, что если человек-паук... Если человек-паук, ты смотришь фильм не про приключения Человека-паука, а в кадре просто сидит на кресле Человек-паук и рассказывает тебе, как он был. И я такой на паутине лечу, такой... И всё такие... Человек-паук наш спаситель! А я лечу! И вот ты вот такой хуйни сейчас смотришь. Не-не, лицо я поначалу не полил. Да, да. Потом просто было не до этого. Из плюсов меня мотивировала тема, что он реально подрывной. То есть это чел, который... Он жестко подрывной. Он подрывной. То есть чел мог свернуть и начать, например, практиковать живопись вообще с нихрена и занырнуть в это вот до выставки. То есть довести это в итоге до чего-то. Это не вот этот момент, когда... И я подумал, может быть, вот порисовать. Купила вот картину эту по номерам. Блин, ну надо ещё доделать. Не трогайте, я буду дорисовывать. Я так-то в своей злости преисполнился, что забыл об этом. Что он уже, будучи аспирантом, пошёл, выучился он там по биологии, практиковался в этом. Они изучали мутации. И он потом читал даже в Гарварде, да, по биологии. Он мог во что-то ворваться и в итоге это реализовать. И ещё момент, который мне я в своё время запомнил. Это особенно у кого есть синдром самозванца, да. Если вас публично, например, хвалят, да, и вы такие, какие умные люди. Странно, что они ошибились именно в оценке меня. Вот. И типа у него в этот момент отрыкнуло. И он такой, это не я должен соответствовать их ожиданиям и чувствовать вину из-за того, что они меня позвали на такую крутую должность. Это у них ошибка восприятия, но как-то это всё разрулится. Это, не знаю, мне кажется, это прикольный момент. Ты, между собой, как бы... Ну, ты тебя загоняешься, что тебя куда-то вот зовут, и ты такой, блин... Из этой книги нужно делать вывод такой, что пухуизм должен быть здоровый. Если ты не здорово, тебе не будь друзей, соответственно, вот как мы и вначале отметили. Меня вот напрягло про атомную бомбу у него, что там буквально один абзац, где он такой, я иногда сидел вот, лопал, ну не лопал там, в Нью-Йорке и смотрел вот, насколько может быть повреждение от такого-то моста по мосту. Чуть-чуть он там порефлексировал, и дальше такой, да и ладно. И вот здесь цитата, вот это основная цитата, которую я записал и хотел бы озвучить. Значит, Эйнштейн приходил, Ферми, Бор, там, Олку, Гайс. И фон Нейман, в частности, тоже большой математик. И вот они вот идут, посмотрели на взрыв, там, все круто. Помимо прочего, фон Нейман поделился со мной интересной мыслью. Ты вовсе не обязан отвечать за мир, в котором живешь. Этот совет фон Неймана позволил мне обзавестись очень мощным чувством социальной безответственности, и я обратился в счастливого человека. А семя, из которого выросла моя активная безответственность, заранил меня фон Нейман. И я такой... Вот так. Что тебя удивило? Меня зацепило этот... Я взял эту цитату и подумал, вот зададим вопрос. Вы как, ребята, что по нейм-дроппингу? Согласны с фон Нейманом? Оставляйте свое мнение в комментариях. Мы несем ответственность за окружающий мир или несем? Какую кто несет? Давайте сейчас... Ух, будет горячо, я думаю, там. Но меня это вот прям цепануло. Я такой... Блин. Тебе не нравится, что он делает отсылки, да? Мне нравится то, когда я делаю отсылки. Нет, страшно. Прикинь, он такой переживал. Блин, я сделал эту бомбу. Столько людей может погибнуть. Может быть, не надо? А рядом другой человек. Да, все нормально, брат. Успокойся. Полетели. И что самое интересное, оба евреи. Ба-ба-ба. Что интересно, Эйнштейн тоже. Да, да, да. И они там... Опенгеймер... Тоже, да. А тут советский... Только советский шпион рус. Да. Который и жопы не лизал. И вообще молодец. Вы, наверное, шутите, Игорь Петрович. Фантон, это простой должен быть. То есть, поскольку не было еще никаких случаев, используя ядерные бомбы, которые можно было бы хоть как-то назвать оправданными, хоть кем-то. Потому что то, что мы имеем, даже те, кто ее бросали, не называют оправданным. Получается, пока что все мудаки, не только те, кто придумали, а даже те, кто просто делают уже ядерную бомбу по чужим чертежам, пока в ней нет необходимости, получается, что это прям стопудовая ответственность. Нет, в ней никогда не будет необходимости. Это вот этот момент, когда люди такие... Я могу себе представить, когда нужно сделать ядерную бомбу. Если напали там... Ну, стой, подожди, я тоже смотрел, я тоже смотрел, Марс атакует, вот эти хуевины, если прилетят, сразу гуляют. Нет, я могу сказать, это более жизненная ситуация. Более жизненная. Например, где-то ядерное лето и срочно ядерная зима нужна. Уже очень долго ядерное лето, да, да. Ой, у вас все сезонные ядерные бомбы. Вот когда может понадобиться? Просто бывает, безусловно, нужна какая-то вещь. Вот просто нужна, без объяснения. Например, зачем нужна ядерная бомба? Например, у тебя очень-очень старая бабушка, у нее день рождения, и она хочет ядерную бомбу. Либо ты... Это, нахуй, неуважительная причина для того, чтобы достать... Либо ты на касте в Алкомаркете, пять минут осталась, и ты жесткой там очень... У меня, блядь, бомба! Прикольно, что бабушка хочет на день рождения, именно вот взрыв, грипп хочет увидеть. Отвезите меня на ядерную бомбу. Она как салют хочет посмотреть. Что? У нее чайный кончился, чайный грипп. Чайный грипп — это камбуча. Вот так вот в коляске бабушка сидит на фоне. Чайный грипп — это камбуча, а ядерный грипп — это бамбуча. Это камбуча, а ядерный грипп — это камбуча, а ядерный грипп — это камбуча, а ядерный грипп. Это камбуча, когда тебе папа сказал это сделать, ты просто не отвечаешь за себя. Нет, почему? Это ты собираешься взять на себя дополнительную отвертственность по поддержанию, если ты не портить — это тоже ответственность. Вот люди моют мусор, например. Пластиковые, ну вот я так не делаю, допустим. Я благодарен всем, кто это делал. Да, бля, смотри, это же сам просто не могу извините. Это же вопрос в другой. Многие... Ну реально, вы... Многие моют и тело, и всё. Я расту. Ты же тоже так не делаешь, правильно? Ну ты же хотя раз ведёшь, чтобы тигр мылся. Тигра моют, хорошо. Я, на самом деле, вообще, вот Лёха, вот суть вообще сказал книги. По факту, да? Вот это то, что мы просто должны это принять, как что вот есть такие люди, мы благодарны им за какие-то открытия, и должны простить их за то, что они обижают людей вокруг себя. Да нет, зачем? Просто потому что... Так что зачем? Я думаю, это вот что нужно. Всё-таки эта книга, он её написал уже не для того, чтобы кого-то научить, а вот явно же, чтобы чуть-чуть ещё и выгнуться. Так это сто процентов. А мы должны отсюда... Он защищал себя. Я думаю, мысль... Да, ну защищал себя, естественно, в своих вот этих поступках. А мы должны отсюда вот вычленить... Не прощать ему это, а вычленять хорошее. Хорошее? Он и так хороший. Прикинь, вот ни одного плохого... Ну, ничего плохого он не смотрит. То есть, это, с другой стороны, хорошо, что человек не зацикливается на проблемах. Поэтому он стелит просто только хорошее. То есть, он стелил то, что ему хотелось. То есть, он так и живёт, он кайфует, да? Хорошо, когда человек зацикливается, не зацикливается на проблемах, на своих. А если человек не зацикливается на проблемах, которые он создал, это совсем другое. Понимаешь? Ты сейчас, это, да? К бомбе? Ну, не знаю. Мне как бы... Ну, слушай, давай так. Всё, что ты говоришь, укладывается совсем, кроме ядерной бомбы. По мне. Он же был одним из... Уже концовка была. Поезд нахуй. А, что поезд? Да, он поезд изобрёл, кстати. Да, я поезд. Прямо сейчас его... На который не дали опаздывать. Да, я прям его проебал сейчас поезд. Блин, это как в школе у доски. Поезд? Да, ответ – поезд. Единственное, заметили, что недальний уехал сегодня. Ну, ладно. А можно из кризисного клуба, блядь, выйти как-то? Вот так вот так и пойти. Последняя фигня, и давайте переходить к этому. Почему мне и опять же не понравился? Потому что... В девятом пути. Почему мне не понравился именно Фейнам? Ага. Когда он учился... Играть на музыкальных инструментах и писал про это главу, он назвал её «А такое уж ли это искусство». Я вот так за два дня научился. И я подумал, нихуя ты, пидорас, просто. То есть, как бы, да даже если нет, это... Вот это, да, подошёл к барабанчику. Ну-ка, отойди. Подходишь, смотришь, как ребёнок рисует, и говоришь, что... Блядь, у матери башка-то такая огромная. Она бы с такой не ушла никуда, блядь. Она бы упала на бок и влачила бы башку свою. Чё нарисовал хуйню какую-то? У отца одна рука в 20 раз длиннее второй. Ты чё, блядь, мать энцефалитная, отец из Резидент Ивила? Ты чё, что... То есть, если ты считаешь себя сильно лучше, то нельзя так говорить, потому что, как бы, ты обидишь тех, кто сильно хуже. А если ты не считаешь себя сильно лучше, что это вообще за хуйня? Круто. Я всё сказал. Это классное заключение. Чё, если батя на кухне говорит, что ты там написал на хуйня? Если батя, то в конце я такой, а если ты не считаешь себя лучше, то ты... Картошку почистил. Цитаты? Цитаты? Я бы цитату сказал свою. Это вот я прям её... У нас имеется новая теорема, согласно которой математики способны доказывать только тривиальные теоремы, поскольку каждая теорема, будучи доказана, тривиально. Фигита ля комедия. Слушай, ну это на уроках математики это вообще, типа, обычная. Слушай, мне кажется, это вот усилило уровень дискуссии на уроках математики, вот эта фраза. Может, легко. Моя любимая цитата будет вот эта. 384 плюс 5 умножить на 6 в 282. А, кстати, 1200, если сложить ещё на 6 умножить... Да, мистер Фейдман, сейчас этим займусь как раз. Блин, тут на самом деле любая цитата может быть любимой. Апельсин невозможно разрезать на кусочки, которые мельчатого. Прям цитату, да, такую? О, тут есть моя любимая. Я пытался сбежать и так, и этак. Что я должен сделать, чтобы уйти, бля? Подожди, подожди, а у меня вот длинная... Да что, подожди, бля, Лёшка! Да езжай уже! Давайте проводим не даря еще. Вы, наверное, шутите, мистер Квашонкин. Давай еще медленнее, нахуй, листай. Ты одну цитату выслушал бы уже. Одну давай, я внимательно, прям полностью... Но она длинная. Я в твоей цитате, она длинная? Надеюсь, блядь, до 55 минут. Не знаю. Ту-ту. После бомбы, взорванной в Хиросеме, я долго сидел в ресторане... Извините, вот всё. И вкусно кушал. Суши, суши. Потом я выходил из ресторана, и на глаза мне попадались люди, строившие мост или чинившие мостовую. Я думал, с ума они что-ли посходили? Или просто ничего не понимают? Зачем строить что-то? Бессмыслица. Моя станция, брат. Типа он имел в виду, что я могу... Ну тебе, с тех пор, как есть бомба, нет смысла ничего строить. Всё скоро разъебётся. Окей. Типа изобрели колесо, нахуй ходить. Всё равно сейчас все едут. Давайте погадаем, не дали он поедет, а мы потом друг к другу погадаем. А чё? Да, давайте. Да он, я думаю, он успеет. Ладно, ладно, давайте, давайте. А вы можете так уходить, да, и вы так... Да, да. Конечно, да. Потом сам Вэл ушёл, бля. Давай вопрос. А, успею ли я на поезд? Самое давай. Да, давай. А, давай. Так, какая страница? Страница. Страница. Перекид, меняем книжки, пиздец. Что мне происходит? Я в домике. Страница. Я тоже говорю. Сислородный маск. Страница. Да, страница. А, давай, сколько? Двенадцатая, потому что... А, нет, одиннадцатая. Одиннадцатая. И пятьдесят пятая строчка. Там нет, что ли, чувак. Да я знаю, что ты сейчас... Наоборот лучше давай. Вот это. Чувство. Точка. Как-то ночью я поймал одним из таких приёмников станцию Уэйка из города Уэйка, штат Техас. Меня это страшно взволновало. Поймал станцию, он говорит. Поймал станцию. Тогда ещё посидим, похуй. Я ещё воду заряжу. На, блин. Слушайте, коротенько, коротенько. Жалко, недаль ушёл. Недальновидно. Хотел обсудить важный момент. Предпоследняя голова. Опыты, значит, с камеры депривации. Интересный момент. В универские времена зацепил меня сильно. Я такой, ой, ничего себе. Ты был там хоть раз? И в фильме. Где? В камеру депривации? Нет. Один раз подарили мне сертификат, и он уже кончился. А ты пошёл на тайский массаж. Счастливым концом. Ну да, но там просто забавно, что он такой... Я не хотел... Я любил думать. Я всю жизнь любил думать. Поэтому не хотел, чтобы какие-то вещества портили моё вообще сознание. Но на камеру депривации, куда, знаете, куда ложишься, ничего не видишь, ничего не чувствуешь. Плаваешь в солёной воде, твои температуры. Вау, как будто в космосе галлюцинации. И он такой, ну вот да, вот мне понравилось. Вот. Ну а потом те, кто меня звали, там ещё индийский гуру пришёл. И ещё сказали, с китамином лучше. И вот лучше, кстати, оказывается. С китамином. И я такой, ты чё, дуринкин вообще? Куда ты молит? Хорошая тема для конца. Потому что на самом деле... Ты куда полетел? На самом деле видно, да, что человек как бы... За что он зацепился, и в какой момент он зацепился. И, наверное... Ну, наверное, в одиночестве нет шансов. И пожить подольше, и не зацепиться. Ни за что такое. Ну, то есть неудивительно, если у тебя всю жизнь не было ни одного друга, неудивительно, что ты потом просто в поисках общения, он уже про галлюцинации вот эти вот описания. Да-да-да, очень важно. Это же и есть его компания. Да, ходил с компания. Вот это его друзья. Его изменённые состояния. И он причём приходит туда невесёлым молодым чуваком. Потому что, я так понимаю, в 20... Ладно, это уже не так много. Но это же не так много, нет? Чувак. Он же не постоянно... Нет, это период. Это был период. Это был последний период. Это крайний период, после которого мистеру Фейнману стало больше нечего делать, кроме как рассказывать про то, как он прожил свою жизнь. И он такой, китамин. Китамин, китаминоч, да. Короче, ладно. Он под китамином вложился в камеру. Сенсорную депривацию, да. И странно смотрел на себя со стороны. Я вообще-то хотел сказать, что это этот... Что? Что это... Как называется? Господи, я забыл. В хирургии используется... Как анестетик. Ну да, да. Как это зовется? Анестезия. Анестезия. С этим кайфом меня будто окунули в анестетик. Не могу покончить с кайфом, будто дотянулся петинг. И поэтому по новым лесносам в пустой пакетик. Детская улица. Вот это, Лех. Вот это вот то, что ты сейчас говоришь. Вот это литература. Спасибо большое. Это был Кьюзин Кур. Оставайтесь неупознательными. Спасибо. Пока. Ребят, пока-пока-пока. Один, один, один. Живите жизнь! Живите жизнь, ваша мать!